приветствую дорогие телезрители сегодня мы с вами посмотрим на северный дублер кутузовского проспекта по просьбам мы теперь используем google карты ради эксперимента дорога находится в районе кунцево города москвы и начинается от дублера платного города но али обхода платного города одинцово да то бишь ну может сказать что-то дублер мажорского шоссе платный вот здесь на пресечении с мкадом начинается дорога на самом деле уже изначально там был оставлен задел далее дорога идет вдоль железной дороги который идет на усово однопутка ну и собственно станция кунцево 2 грузовая пересекает северо-западную хорду идет дальше вдоль улиц ивана франка дохода рублево успенского шоссе до рублевского шоссе прошу прощения опять же и дальше вдоль mcd 2 да вот немножко не та схемка сейчас попробуем сделать это все так и положено вот на схема развязки с мкад которую часть уже построили да что то есть построен что-то нет естественно здесь не учитывается вот новый съезд который будет вдоль мкада на внутренней части который сейчас строят вот не хватает съезда внутренним мкад на сад кп а в сторону сити и съезда с сад кп на внешнюю сторону мкад собственно эти стакада как раз таки сейчас и возводится но мы сами сейчас с вами все увидим далее у нас схема опять не то вот схема пересечения с северо-западной хорды здесь видно что должен быть съезд от молодежной в сторону мкада но не факт что он сразу появится вот видите здесь стакада построена вот он от мажайского шоссе направленность дкп почему-то с внешней стороны наверное вот была перепроектировка и он пойдет естественно с правой стороны это мы с вами тоже сейчас увидим а ну и вот будет съезд на уличную дорожную сеть тоже с дкп после мкада первый съезд в районе севера западных городов может быть кстати что-то из этого не построится я не удивлюсь что эта трасса будет вообще чуть ли не транзитная прямо до парка победы или куда дальше вот собственно видите здесь нас дорога идет вдоль улицы ивана франка пересечении с рублевским шоссе это не заезд на рублевку здесь трасс идет транзитом полностью по эстакаде и вот съезды будут только в районе старорублевского шоссе и вот собственно пункт оплаты потому что это концессия это не автодор поэтому пункт оплаты будут классические но во всяком случае другого решения какой-то конституционной компании мне неизвестно вот мы у нас собственном кат в сторону рублево-успенского шоссе вид сейчас с вами сделан такой плавный разворот здесь у нас как раз развязка с платной дорогой с платным обходом города одинцово водная эстакада они сдаст достаточно такие длинные вытяжные сделаны специально для того чтобы оттягивать поток чтобы не было прямого съезда опять же таки да у нас тут было радио эфир буквально вчера и много было вопросов почему так строят почему так поверьте мне это все рассчитывается проектируется могут быть какие-то ошибки минимальные но только не в трафике трафик закладывается сразу максимально возможный и вот мы видим да что с этой эстакады есть задел в левую сторону то есть там направо в сторону области можете уехать налево видеть прям задел и вот дальше опоры идут и уже время на опору возведены для того чтобы был съезд с внешнего мкада в сторону северного дублёрку тузка проспекта в сторону сити и вот как раз таки применена эстакада сейчас тоже мы не посмотрим под эстакадой идет как раз таки усовская ветка в которой ходят нас электрички до усова вот нас это магистраль продолжением которую будет являться северный дублёр тут вот чуть-чуть вот я не увидел провода да да ай-яй-яй-яй ой-ёй ведь еще повыше чуть провод да хорошо что есть датчики что хорошо что полет был днём но в незнакомых местностях лучше конечно вечером не летать потому что датчики ночью не работают ну да ладно в принципе особо то обход от не интересном интересен северный дублер вот мы видим что есть уже большой запас металлоконструкций из которых собственно будут возводить эстакады вот уже часть эстакада ведь она потихонечку это у нас съезд с дублера на внешнюю сторону мкада еще раз взглянем съезд на дублер с внешнего мкада то есть видите получается и съезд и заезд на мкад с севером дублера вот они у нас стакадки вот это прямолинейный кстати которая уже выкрашена в такой нежный бирюзовый цвет на самом деле уже полностью построена ее прямой ход завершена и полностью надвинута над мкадом а сейчас мы с вами летим это примерно нежность не скажу числа но это естественно октябрь месяц нет это ноябрь месяц не октябрь ноябрь месяц но числа блин честно не подскажут увидеть снега нет значит это было где-то на минимум недели две назад просто не было возможности раньше все это дело смонтировать я все-таки надеялся сделать едином участком но не получалось над ведь как раз флаг висит аванбек такой интересной формы с загибом кстати тоже спрашивали что где-то строится мост и там прям такая вот цветушка есть на конце аванбека в принципе ну какую конструкцию сделать аванбека такая есть вот обратите внимание что да здесь есть 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 на сторону области справа видите вот выкапывают и вот автокран тут присутствует и вот там дальше вдалеке развязка самоладогвардейской улице и видите вон там тоннельчик заливают бетоном то здесь будет тоже такой дублер одновременно съесть чтобы не пересекались потоки чтобы не было пересекающихся потоков этот тоннель выйдет там чуть дальше уже на сам кат и вот нас тут тоже видите то есть 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 сторону области по которым машины едут и от у меня лично всегда были вопросы а вот это что за стакада опять никуда почему я построю почему никуда не идет она пойдет это будет съесть на дублер с внутреннего мкада в сторону сити вот опять же смотрим на базу металлоконструкций на склад не на базу склад металлоконструкции вот в опалубке уже скоро будет заливать еще одну опору и вот такой аккуратненько сесть то есть мы с вами как раз грубо и сейчас ей летим с мкада да как будто вот как мама на машине сами едем поворачиваем и вот по этой стакане мы с вами будем двигаться в сторону центра но это если мы не захотим конечно же стоять на можайском и далее кутузовском проспекте вместе со всеми можно будет быстренько доехать опять же если нам нужно в сити то конечно не удобно потому что вы кутузовскую проспекту должны доехать до перед за развязки с третьим транспортным кольцом съехать на третье кольцо потом с третьего кольца пересечь москва реку и спуститься вниз туда к сити а если вы хотите по прямой попасть то это очень достаточно достойный вариант получается 10 минут вы на месте но может 15 и вот эта стакада видите опоры пойдут в то же время на пор видно она будет проходить над основным ходом вот раз опора вот следующий опор видимо характерно высокий и потом все ниже 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 становится это у нас вот съезд вот видите про такая загогулина с внутренним мкад на дублер кутузовского проспекта по проектному названию все-таки он северная и вот слева нас везде будет сопровождать теперь усовская ветка а далее пути московских центральных диаметров ну или белорусского направления московской железнодороги я надеюсь правильно сказал потому что пример предыдущем видео по юго-восточной хорате меня задолбали то владимирский там ход московской же дороге то ли горьковский ход непонятно как правильно неизвестно никто точно не знает горьковское направление или владимирское направление горьковской же дорогу очень не московская же дорога где-то на там потом станут горьковка SEÑ tank давайте не будем мы говорим про сер интублер обратите внимание как установлены опоры, здесь будут установлены между этих опор достаточно массивные ригели на которые уже будут опираться основные конструкции то есть везде дорога будет идти в эстакадном практически варианте то есть на землю опускаться не будет кстати, вот опять же, вчера был на радио и мне задавали вопрос ну не мне, а всем зачем строить, кому нужен Северный Блёрк, Кутузский проспект и зачем строить перед окном мне очень интересно, перед окном никаких домов строят там по улице Ивана Франко я кстати, ударение, да, Франко сказал опять неправильно, Франко Ивана Франко там несколько домов и я хочу сказать, что дорога на большом удалении а железная дорога не мешает звукам своим и учитывая, что дублёр здесь по нему движение будет не такое активное я не думаю, что сильно будет мешать и всё равно он на очень большом отступе идёт поэтому странно и вот мы с вами приближаемся к северо-западной Хворде налево у нас это у нас там метро Молодёжное Рублёвское шоссе вот в ту сторону налево и дальше оно идёт в сторону Лабена Балтийского тоннеля направо и это у нас всё упирается грубо говоря в Мичуринский проспект ну грубо говоря то есть там Рябиновое развязки все эти низом проходят под Можайским шоссе и вот тут тоже организованы съезды на местную дорожную сеть и вот видите здесь у нас получается эстакада которая в сторону Можайского шоссе она уходит направо и там на местную улицу уличная дорожная сеть а слева у нас полностью эстакада она идёт в обратном направлении то есть в сторону Молодёжной я думаю что по этой причине пришлось заняться перепроектированием вот мы кстати пролетаем над МЦД-2 и видите вот уже опоры виднеются они слева не справа от эстакада как мы с вами летим а слева видите вон уже опора одна мы видим что освобождают оголовки уже забетонированных свай чтобы делать металлоконструкцию для ростверка и на нём уже возводить ещё одну опору и видите по схеме мы с вами смотрели она немножко устаревшая просто более свежей информации я почему-то не нашёл то есть у нас была она слева относительно эстакада должна была подняться уйти направо а здесь видите перепроектирование она будет справа но у меня есть предположение что вот как у нас машины едут сейчас да по светофору да по зелёному что больше здесь такого заезда не будет потому что там такую завитушку уже не сделаешь наверное здесь будет иностороннее движение о как удачно у нас тут проезжает и ВЛГП МЦД 2 из Одинцова едет в Лобню смотрим сейчас в сторону ну молодёжный можно сказать да видим вот очень высоко какие высоченные здесь будут опоры то есть соответственно северный дублёр он пойдёт верхом поэтому видите очень высокая опора вот первая и вот следующая металлоконструкция уже готова точнее ну да металлоконструкция готова и достаточно большая высота здесь будет главное чтобы вовремя реагентами поливали а то это будет прям каток чем выше стакада тем сильнее и быстрее она обмораживается в зимнее время года тем больше опасны столкновения но на платной трассе хотя знаете головной участок М11 непоказательный и там нифига не убирают я вот буквально вчера вечно прочувствовал что ты платишь немало деньги а что-то со снегоуборкой там совсем печаль кстати видите там геодезисты работают немножко в углу кадра вы наверное заметили я про них немножко забыл хотел уточнить но я с ними лично не знаком но интересно и вот дальше дорога пойдёт у нас вдоль то есть видите Усовская ветка примыкает к МЦД-2 к путям белорусского направления и дальше дорога идёт вдоль железки то есть именно Северный Дублёр идёт вдоль железной дороги вот уже виднеются опоры причём вот одна опора которая слева такое ощущение что кран теперь уже козловой здесь не проедет наверное здесь как-то это всё уберут ограничат потому что не может такого быть наверное куда эту базу перенесут она кому-то принадлежит я не помню в первом видео я по-моему об этом говорил а здесь что-то как-то подзабыл пролетаем мы с вами над платформой рабочий посёлок по-моему она называется если память не изменяет да-да-да-да всё верно рабочий посёлок она уже это реконструировано под стандарты МЦД-2 то есть здесь уже никаких работ по платформе вестись не будет и дальше у нас идёт станция Кунцево то есть ближе к Камкаду у нас Кунцево-2 а это у нас просто Кунцево то есть здесь достаточно большое путевое развитие и вот мы вот видим что работа экскаватора это делают систему водоотведения на самом деле вот я как вижу да это система водоотведения ну стоков с трассы с новой слева у нас опять же идёт в новом обличье улицы Ивана Франко она раньше шла немножко по-другому но её немножко пришлось сместить заодно сделали ей небольшую реконструкцию вот видите как раз между железной дорогой и между новым ходом улицы Ивана Франко видно где раньше шла дорога видите вот справа лужик где огромная то есть раньше дорога была здесь а теперь здесь пойдёт дублёр Кутузовского проспекта Северный с противоположной стороны у нас с правой стороны это у нас улица Красных Зорь и мы приближаемся с вами слева уже виднеется здание очень интересное здание перифектуры Западного округа рядом уже с ним практически под окна построили новую станцию Кунцевская большой кольцевой линии теперь у них выход будет прям можно сказать к ним видим опять же складирование металлоконструкции потому что здесь будет тоже большая высокая эстакада но повторюсь транзитная очень многие наверное думают что с Рублевским шоссе будет развязка нет следующая развязка будет только в районе Старо-Рублевского шоссе там несколько съездов и следующий уже будет ближе к Парку Победы вот у нас Рублевское шоссе направо это у нас Кутузовский проспект и Можайское шоссе налево это у нас соответственно район Крылатское и вот у нас платформа Кунцево сейчас мы сделаем небольшой с вами тут поворотик посмотрим поподробнее тут противопровода ничего перестраиваться не будут мы видим что вот виднеется уже одна опора в металле можно сказать перекладывают какие-то коммуникации вот мы посмотрим сейчас на Рублевское шоссе в сторону Крылатского станция метро Кунцевская справа и слева Арбатско-Покровской линии и Филевской линии и вот выходы и вент шахты вентиляции различные модули дымоудаления относящиеся к станции Большой Кольцевой линии идет благоустройство опять же у нас планируется открытие 7 декабря всего участка сейчас конечно здесь благоустройство совершенно на другом уровне перефектуры западного округа еще раз вокруг посмотрим на площадку складирования металла конструкции балок из которых будут возводить стаканы вот две опоры уже готовы вот видим что арматурный каркас еще одной опоры почти готов варят его здесь на месте чуть дальше прямо рублевского шоссе видно освобождают оголовки свай то есть их нужно зачистить очистить от бетона освободить арматуру и подвязаться к ней чтобы получилась еще вот такая же опора высокая как он ближе к нам кстати на сегодняшний день она даже залита в бетоне опять же говорю это по моему пример где-то две недели назад а мы с вами продолжаем движение прямо над будущей дорогой насколько известно планируется ее запуск до конца 2023 года на платной основе естественно сколько она будет стоить я не могу сказать это конституционное соглашение то есть это опять же не автодор строит и потом просто плата за проезд не за государственные деньги которые очень любят все считать государственные деньги нет это конституционное соглашение вот справа тоже видите опоры это будет заезд странно мы что-то на схеме этого не видели а что же здесь заезд такой будет если сама дорога вот именно в этом месте переходит с левой стороны на правую ну с одной стороны железной дороги на противоположную сторону здесь значит будет какой-то подъезд неужели с Можайского шоссе или с Кутузовского проспекта зачем сторону центра интересно ладно может быть схема немножко уже устарела может быть что-то здесь еще добавили примерно где стоит опора который держит воздушные линии электропередачи примерно здесь как раз планируется пункт оплата вот такое большое расширение примерно в этом месте почему не поставить стены фрифлоу непонятно у меня есть предположение что возможно первое время автодоровский транспондер работать не будут то есть не будет мультиоперабельности и есть опасения что надо будет транспондер покупать именно их либо либо не знаю либо оплата только за нал но это очень долго там надо стоит пункт оплата тем более если их будет здесь не один странный ситуация вдалеке я видел такую наджи здоровой конструкции это у нас остановочный пункт видите по Старо-Блёвское шоссе тут немножко идет реконструкция то есть та часть которая над железной дорогой она не меняется здесь все уже было построено запасом а вот делается дополнительно еще одна эстакадная часть небольшая слева вот мы видим что балки лежат здесь сборная конструкция будет то есть уже готовы железобетонные балки сверху будет это все армироваться заливаться дорожная плита и будет готова монолитная конструкция но из сборного железобетона и справа будут проходить непосредственно проспект на этом я с вами прощаюсь следующая часть будет вторая отдельно когда я сниму уже наверное здесь будет снег спасибо за просмотр ставим лайки если кто-то хочет картинку еще лучше можно добавить задонатить на мавик 3 сбор активно ведется мы уже набрали около 72 тысяч из 280 ну не знаю может быть все-таки к весне нам удастся набрать сумму и тогда картинка станет еще лучше я с вами прощаюсь до новых видео всего вам самого доброго и пока-пока пока Продолжение следует...